Детское радио представляет Загадки и тайны Запутанные преступления Во всем разберутся, все разгадают Герои наших расследований Следопыты Дело о пропавшем котенке Сигизмунд, я нашу соседку Марию Павловну встретил У нее пропал котенок Тишка Она вчера днем дверь открыла Он в подъезд выскочил и как сквозь землю провалился Ну что за несносный мальчишка? Зачем ты меня разбудил? А нам-то что за дело до этого котенка? Марья Павловна переживает Второй день Тишку ищет Говорит, давление у нее подскочило от огорчения Надо ей помочь провести розыск Ничего с этим котенком не случится Погуляет и вернется Если здесь кого-то интересует мое мнение То я считаю, что кошки бесполезные животные То ли дело мышки Белые, вкусненькие Ты как хочешь, а я пойду в подъезде объявление повешу Так пишу Пропал котенок Тишка из квартиры номер 33 Если вы его видели, то сообщите Марии Павловне или Павлику Тоже мне похищение века За меня бы лучше волновался Я, может, не доедаю постоянно А вчера вот перо из хвоста выпало Конечно, мышек мне не дают А витаминоз Вот облысею совсем Спохватитесь? Да поздно будет Юля, проходи Я тебя сейчас опрошу для расследования дела о пропавшем котенке Присаживайся Да я ничего не видела Ой, какая у тебя птица большая А почему она не в клетке сидит? А вдруг она на меня нападет? Юль, не бойся Это Филин Сигизмуд Он ручной Ты в подъезде мне сказала, что слышала, как у Марии Павловны дверь открылась Во сколько это было? Подожди, мне все записать надо Так, показания номер один Свидетель Юля Петрова Ой, да я и не помню Я из школы возвращалась И решила пешком подняться Ну так, ради исключения А с этажа Марии Павловны какой-то мальчик спускался Ага, уроки у тебя заканчиваются в 15.00 В школу у нас рядом с домом Ты по дороге никуда не заходила? Нет, значит, время выхищения мы установили С 15.10 до 15.15 Сколько лет мальчику, которого ты видела? Во что он был одет? Что у него было в руках? На нем была кепка красная Рубашка желтая И брюки зеленые Лицо я не разглядела Ты меня, Павлик, извини У меня столько дел, столько дел Ну, я еще забегу Крутит что-то это Юля По ее описаниям нам нужно не мальчика искать, а светофор И чего бы ей пешком подниматься, когда можно на лифте проехать Сигизмут, у нас мало оснований для подозрений Я пошел дальше улики собирать Прошу-ка я Клару Захаровну Она каждый день у подъезда сидит Вот уж бесценный свидетель Фу ты ну ты, палки гнуты Деловая колбаса Следопыт из средней школы А между прочим Эта девчонка Павлику в глаза не смотрела Когда про мальчишку рассказывала Клара Захаровна видела Как в подъезд Юля зашла Но только из подъезда никакой мальчик не выходил И не заходил Это странно Вот-вот, говорил я тебе Эта девчонка не за ту себя выдает И про мальчишку она все выдумала Юля, проходи Ты что-то новое про котенка узнала? Да нет Я Марью Павловну в подъезде видела Она такая расстроенная Хо-хо Что это твой филин на меня так уставился? Как будто в чем-то меня подозревает Юля, а ты ничего не скрываешь? Я проанализировал твою информацию и понял Никакого мальчика в подъезде не было Признавайся, ты его выдумала? Павлик, понимаешь Я мечтала о котенке А мама мне все его не покупает И когда я дошла до этажа Марии Павловны То увидела котенка Хо-хо-хо Ты его себе взяла? Юля, котенка придется отдать Я не знала, что он чужой Думала ничейный Конечно, чистенький, как домашний Когда ты сказал, как на самом деле Я испугалась, что подумают, будто я украла котенка Какими глазами я теперь посмотрю на Марию Павловну Мне так стыдно А ты, котенка, принеси ей под дверь и позвони Признаться можно и позже Если у тебя на это мужества хватит Ну как? Я так и сделаю О Марии Павловне все расскажу Может, она меня простит И позволит иногда с тишкой играть Ну, я побегу Ну, что я говорил Все на мне И логика, и дедукция И конструктивный диалог с подозреваемым Это ведь я ее расколол Она моего пристального, берущего за душу взгляда Испугалась Съезмунд, самое главное, что она поняла Что чужое брать нехорошо А котенка я ей подарю на день рождения Следопыты Загадки и тайны Запутанные преступления Во всем разберутся Все разгадают Герои наших расследований Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова